Продолжение следует... Организованное правовое просвещение становится сегодня, на наш взгляд, и я думаю, вы с нами согласитесь, залогом формирования общества нетерпимого коррупции. Генпрокуратура уделяет этой работе очень серьезное внимание, и что принципиально для нас, делаем это в постоянном диалоге с представителями гражданского общества и, конечно, корпоративного сектора. Я хотела бы предоставить слово Катерину Сергею Николаевичу, президенту Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, об анализе коррупционных рисков при осуществлении предпринимательской деятельности. Пожалуйста, Сергей Николаевич. Спасибо большое, но вы уже проанонсировали... Условия за последний год только ухудшились, и ждут еще больших укушений. Конечно, не очень радует, и вообще, должен вам сказать, что самая такая грустная, наверное, цифра, только 15% респондентов опрошенных считают, что государство активно работает над поддержкой и развитием бизнеса. Ну, для нас тоже это достаточно обидные цифры, потому что мы, как Торгово-промышленная палата, как Система палат, прилагаем достаточно серьезные усилия и к тому, чтобы организовать работу по борьбе с коррупцией и участие бизнеса в этой работе. И, конечно, вот эти опросы не очень радуют и нас в том числе. Пожалуйста, следующий слайд. Здесь факторы, которые негативно влияют на ведение бизнеса. Ну, первое, это понятно, да, это платежеспособный спрос. Естественно, большинство подавляющее заметили, это, как правило, сфера малого и среднего бизнеса. Те, кто работают в услугах, в торговле, естественно, что они первыми замечают уровень благосостояния граждан, как он меняется, меняется спрос, естественно, на их продукцию, на их услуги. Поэтому это на первом месте стоит. Но огорчительно то, что на втором месте стоит, конечно, коррупция, ну, ценные энергоносители. Тут иногда это немножко меняется местами, но это не принципиально в оценках того, каким образом коррупция влияет на развитие бизнеса сегодня в России. Пожалуйста. Это то, о чем в последнее время достаточно много и долго говорим. Ну, и думаю, что то, о чем генпрокуратура, в общем, не хуже нас, наверное, осведомлена, и наши коллеги, я знаю, что над этим работают серьезно, это давление силовиков на бизнес в России. Ну, больше всего вопросов в этой части возникает к системе Министерства внутренних дел. Здесь по министерствам это никак не расслабилось в вопросе, но давление не уменьшилось 90% из запросных предпринимателей, то есть это практически подавляющее большинство. Ну, вот 5% только оценили улучшение в лучшую сторону. Ну, естественно, что очень такой неприятный показатель, и я полагаю, что, конечно, из этого нужно выводы делать. И вот у нас здесь в рамках форума проходил деловой завтрак, организованный агентством стратегических инициатив, где мы говорили о рейтинге регионов, какой регион, как в инвестиционной привлекательности выглядит. И практически каждое выступление так или иначе задевало давление со стороны МВД, 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 постоянно, так сказать, это упоминалось. Я полагаю, что не Министерству, видимо, внутренних дел нужно на это очень серьезно обратить внимание, но, наверное, прокуратура должна поработать с коллегами в этой части, коль это так серьезно упоминается. Это первое. И второе, я заметил, что по-разному оценивают, допустим, давление того же МВД. То есть это нельзя сказать, что везде одинаковый такой вот пресс, одинаково ровный со стороны МВД. Да, есть такие достаточно серьезные претензии в каких-то регионах, но это далеко не во всех. То есть я думаю, что и МВД должно внутри себя посмотреть, а как их руководители, подразделения в различных регионах работают с бизнесом, каким образом и почему такое голосование, потому что рейтинги, они же на основе тоже голосования бизнесменов построены все. Это бизнес, как оценивают, подключение к сетям, давление МВД и так далее. И в разных регионах, раз это разно, значит по-разному организовано. Где-то есть позитивный опыт и умение работать с бизнесом, где-то есть вот такой негативный. Мне кажется, было бы неплохо, чтобы прокуратура вместе с МВД поанализировали ситуацию внутри и попытались понять, в чем. Но это раздел, часть посвящена национальному плану противодействия коррупции, в котором задействована торгово-промышленная палата. Нам там даны поручения. Пожалуйста, следующий слайд. Это рекомендовано в этом плане. Это бизнес-барометр коррупции, который мы ведем. Ну и вот все остальное здесь на слайде видно. Сейчас мы, кстати говоря, тоже готовим всероссийскую акцию, которая у нас всегда проходит ежегодно. Теперь подключаем практически все наши торгово-промышленные палаты, нашу сеть, вузы подключаем, естественно, предпринимателей. Крупнейшие компании участвуют в этом. Ну и наши коллеги, конечно. Пожалуйста, следующий. Это вот исследования. Здесь все регионы подключены и участвуют в этом работе. Мы начинали, вот следующий слайд, если можно, да. Начинали первый этап. Я должен сказать, что предприниматели с недоверием. Видите, какое маленькое число? И первый, и второй этап. Достаточно недоверчиво к этому отнеслись. Все боялись себя засветить. Что вот они сейчас проголосуют про МВД, про кого-нибудь еще там галочку поставят. А завтра к ним какие-то вопросы возникнут у власти и так далее. Но вот первые два этапа показали коллегам, что это действительно анонимное голосование, что это действительно есть возможность правдиво расставить, так сказать, ответы на вопросы. Никаких последствий это не вызывает. Ну и вот на шестом этапе, последний, который у нас прошел, у нас уже было 46 тысяч. Вы видите, серьезный очень уже срез, который дает основания делать выводы и в каждом регионе, но и в целом, конечно, по стране. Пожалуйста. Вот, ну вы видите вопрос, да, что основное. Вот такие вот ответы. Законодательство, я бы вот обратил внимание наших коллег на то, что многие вопросы кроются все-таки в противоречиях, которые сохраняются в законодательстве. Что говорит о том, что не все нормативно-правовые акты до конца отработаны. И многие вещи, которые возникают, это нарушения, что называется, не очень грамотно сформулированных законов. И в принципе, можно было бы этого избежать, если бы мы поправили законодательство. То есть здесь есть нам вместе над чем поработать. Я имею в виду анализ этого законодательства, анализ тех моментов, где вот это вот отмечают предприниматели противоречия и необходимость или неизбежность нарушения этих нормативных норм. Поэтому, конечно, здесь есть над чем поработать. Нам вместе и с депутатами, и с Советом Федерации, они все-таки на местах работают достаточно много. Они Палата регионов, и у них достаточно много информации о том, каким образом законодательство имплементируется на местах. И я думаю, что это очень важно. Ну, сложив все традиции, тут я понимаю, что все догадываются, что это наша привычка в детсад, в школу, везде носить чего-нибудь и как-нибудь благодарить. Ну, вот вопрос, который в наиболее коррумпированном направлении. Они здесь в приоритете расставлены, те, которые больше всего набрали, они не все с одинаковым, так сказать, коэффициентом. Но, тем не менее, вот это все те проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели. Давайте следующий, пожалуйста. Да, ну вот это то, о чем мы в этом бизнес-барометре изучали. Я должен сказать, там есть серия вопросов, которые мы задаем из года в год. Теперь уже, можно сказать, шестой этап. А есть вопросы, которые, там два вопроса, которые нам Министерство экономики дает с просьбой проанализировать ту или иную ситуацию, то, что их интересует. И здесь были вопросы, которые в том числе и Министерство экономики сформулировало. Остальные традиционные. У нас есть возможность уже на протяжении этих трех лет анализировать, какие показатели меняются, кроме двух, которые периодически меняются. Я бы хотел, чтобы вот это было почвой для нашей, не только размышления, но и нашей совместной работы и с прокуратурой, и с другими ведомствами, которые занимаются контрольно-надзорной деятельностью, и которые, как правило, и чаще всего, как раз вызывают или желание коррумпировать кого-то, или поучаствовать в этом. И думаю, что вместе с ними нужно на этой теме поработать. Спасибо большое. Сергей Николаевич, спасибо вам, во-первых, за инициативу такую конструктивную, на мой взгляд, за презентацию более чем обстоятельную. И у нас есть видео от вас о том, более подробное, в котором рассказывается подробнее о том, что же такое ваш бизнес-барометр. Включите его, пожалуйста, давайте посмотрим. Бизнес-барометр коррупции. Специальный проект торгово-промышленной палаты Российской Федерации, в основе которого независимый опрос предпринимателей, демонстрирующий реальный уровень антикоррупционных настроений в России. В шестом этапе опроса приняли участие 46 815 предпринимателей, представляющих микро-, малый-, средний- и крупный бизнес. Респонденты действуют практически во всех сферах бизнеса. Услуги, торговля, производство, сельское хозяйство, строительство, транспорт. В шестом этапе голосовали коммерческие организации, некоммерческие организации, индивидуальные предприниматели, физические лица, не зарегистрированные в качестве ИП, но осуществляющие профессиональную деятельность, приносящую доход. Более 60% респондентов осуществляют свою деятельность более трех лет, то есть имеют практический опыт ведения бизнеса в России. Впервые более трети опрошенных предпринимателей заявили, что практически не сталкиваются в своей деятельности с проявлениями коррупции. Также на 3% уменьшилось число респондентов, кто сталкивается с проявлениями коррупции постоянно. Вместе с тем выросло число тех, кто отмечает, что уровень коррупции за последний год не изменился, до 37,5% или увеличился. Так проголосовали почти 18% опрошенных. Не может не радовать тот факт, что все большее количество предпринимателей последовательно интересуется этой темой. Если в рамках пятого этапа каждый четвертый не мог оценить уровень коррупции, то сейчас таких стало менее 20% от общего количества опрошенных. Таким образом, бизнес активно обращает внимание на важность этого направления деятельности государства. По мнению бизнеса, неофициальные платежи или подарки должностным лицам уходят в прошлое. Шестой этап оказал снижение данного показателя более чем на 6%. При этом количество тех, кто никогда не сталкивался с подобным явлением, возросло с 63% до 69%. Считаем, что это стало результатом направленной антикоррупционной политики, реализуемой в настоящее время. С уходом практики неофициальных платежей или подарков все больше предпринимателей сталкивается со случаями навязывания платных товаров, работ или услуг сторонних организаций. Почти 50% респондентов сталкиваются с этим со стороны контрольно-надзорных и разрешительных органов. Респонденты отметили, что наиболее часто такие случаи возникают при получении разрешений, при выполнении санитарно-эпидемиологических норм, в природоохранной сфере, в том числе при вывозе ТБО, при подключении к электросетям, теплоснабжению, при получении справок или лицензий, при оценке финансового объема навязанных платных товаров, работ или услуг, почти треть респондентов указала сумму до 50 тысяч рублей. Каждый пятый отметил, что платил от 50 до 500 тысяч рублей. Более 6% опрошенных указали сумму более 500 тысяч рублей. Голос предпринимателей услышан. Освободим страну от коррупционной зависимости. И еще одно видео сразу бы я хотела вам показать, прежде чем мы приступим к докладу Генеральной прокуратуры. Это социальная реклама. Это то, как на наш взгляд может и, наверное, должна выглядеть профилактическая работа по противодействию коррупции. Давайте посмотрим. Вот ваша справочка, так что теперь все будет хорошо. Вот мы хотели вас тут поблагодарить. Не нужно. Это моя работа. Мы тут хотели поздравить вас после выпускного. Зачем? Это моя работа. Давайте лучше в поход. Все-таки это. Нет, Василий Михайлович. Оставьте себе. Это моя работа. Сейчас об инициативах Генеральной прокуратуры Российской Федерации в области антикоррупционного правового просвещения поговорим. Я, как и обещала, передаю слово Александру Евгеньевичу Русецкому, начальнику управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры России. Александр Евгеньевич, Вам слово. Спасибо, Татьяна Николаевна. Действительно, стабильное развитие экономики является лейтмотивом многих площадок, в том числе и настоящего Восточно-экономического форума. И такое развитие, безусловно, невозможно без свободы экономической деятельности. Здесь органы прокуратуры, безусловно, уделяют особое внимание противодействию коррупции в частном секторе. И здесь речь даже, сколько идет не о тех нарушениях, допускаемых самими организациями. Это одна из частей нашей работы, а сколько противодействия коррупции в отношении предпринимателей, выявления тех злоупотреблений, которые допускаются в отношении них. Действительно, очень показательные были цифры в презентации Сергея Николаевича. 20% отмечают, что именно сложное законодательство является зачастую причиной нарушения. Наши опросы, которые проводила Генеральная прокуратура Российской Федерации, показывают также то, что незнание законов зачастую способствует и проявлению злоупотреблений, и нарушению прав предпринимателей. Зачастую предприниматели не знают, как защитить свои права, что в итоге становится благоприятной почвой для злоупотреблений со стороны чиновников. И в этой связи Генеральная прокуратура Российской Федерации особое внимание уделяет именно правовому антикоррупционному просвещению бизнеса. Работа здесь у нас многоплановая, и начинается она от, скажем так, стандартных методов работы в части антикоррупционной экспертизы, нормативно-правовых актов, когда мы выявляем искусственно создаваемые барьеры для предпринимателей, которые способствуют и вымогательству, и злоупотреблению, и непосредственно до разъяснения законодательства предпринимательскому сообществу. Здесь эта работа, безусловно, ведется не в одиночестве, и вместе с ТПП РФ с уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей. В этом году, например, мы подготовили памятку с разъяснением действующего антикоррупционного законодательства для предпринимателей. В этом году впервые был проведен, нет, точнее, второй раз уже был проведен открытый форум бизнеса, одной из тем, которая была «Бизнес против коррупции». Мы обсуждали и действующее антикоррупционное законодательство, и те пробелы и проблемы, с которыми сталкивается бизнес в реализации антикоррупционных стандартов, антикоррупционных требований. В мероприятии также принимали участие представители бизнес-объединений. В целом, мы действительно очень много внимания стали уделять антикоррупционному просвещению. Эта работа у нас теперь строится в рамках комплексного плана по антикоррупционному правовому просвещению, который утвержден Генеральным прокурором Российской Федерации на 2018-2019 годы. В этом году он заканчивается, но мы планируем разработать новый план, и, безусловно, конечно, эта работа будет вестись совместно с бизнесом. Кроме того, можно было бы анонсировать конференцию, которую мы вместе с Министерством труда планируем провести уже буквально 10 дней, 16-17 сентября, на которой мы обсудим возможные пути совершенствования антикоррупционного законодательства для предпринимателей. В настоящее время ведется большая работа по сбору предложений и проблем, с которыми бизнес сталкивается в нашей стране при применении антикоррупционного законодательства. И если говорить о международном сотрудничестве, то, вы знаете, Российская Федерация проходит оценки многих международных организаций, и вот в рамках одного из раундов группы государств против коррупции была высказана рекомендация не Российской Федерации, но другим странам о том, что не хватает и рекомендуется ввести некий такой механизм анонимного консультирования для чиновников, для работников организации, на которых распространяются те или иные антикоррупционные требования, для того, чтобы минимизировать и коррупционные риски, и в первую очередь профилактировать коррупционные правонарушения. В этой связи в этом году Генеральная прокуратура вместе с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, вместе с Высшей школой экономики, Институтом законодательства и строительного правоведения при правительстве Российской Федерации заключили соглашение, в рамках которого мы будем реализовывать вот этот механизм, который международной организации предлагается в качестве одной из меры профилактики коррупционных правонарушений. Про памятку я уже сказал. Мы сейчас вместе с бизнес-сообществом ведем большую работу по выявлению коррупциогенных факторов, без, конечно, специалистов в этой сфере, без отраслевиков нам эту работу, конечно же, не потянуть. Поэтому в этом году мы проведем большое обобщение тех проблем и тех коррупционных факторов, которые в настоящее время существуют в тех или иных отраслях правоотношений, для того, чтобы комплексно решить те проблемы, с которыми сталкивается бизнес-сообщество. Спасибо. Александр Евгеньевич, давайте коллегам еще одно видео покажем, еще один пример социальной рекламы. Ну а мы возвращаемся к нашему обсуждению. Я хочу снова передать слово представителям корпоративного сектора. С нами сегодня работает приморский бизнес-омбудсмен, я бы так сказала. Марина Анатольевна Шемилина, вам слово. Спасибо, Татьяна Николаевна. Вообще, мне кажется, что впервые же такая интерактивная площадка в рамках форума. Да, совершенно верно. И мне кажется, это такой удачный механизм, и первый, блин, абсолютно не комом, потому что я участвую во второй дискуссии, и они очень актуальны на такие злободневные для бизнеса темы. Мне кажется, что это начало очень хорошей практики, и я думаю, что она должна продолжиться. Мы также на это очень рассчитывали. Да, потому что даже выйдя вчера после первой сессии, или позавчера, бизнес стоял и говорит, как жаль, вот как бы посмотреть, а где полностью запись взять. Сейчас я вот с удовольствием узнала, что это все можно узнать и услышать на сайте Генеральной прокуратуры. Большое спасибо за организацию этой площадки. Спасибо. Я полностью согласна, Татьяна Николаевна, когда Вы вначале говорили, что правовая грамотность очень влияет на наличие или отсутствие коррупциогенных взаимоотношений. Это действительно так. И я согласна, конечно, с презентацией Сергея Николаевича. И я еще хочу отметить, что, Вы знаете, у нас есть статистические данные и есть вот такие субъективные опросы. И вот уже, наверное, следует констатировать, что они всегда расходятся. Вот даже элементарный пример. У нас в этом году впервые полномоченным центральным аппаратом полномоченного при президенте проводился также анализ административного давления по субъектам в части проведения контрольно-надзорных мероприятий федеральными структурами. Так вот, если говорить про Приморский край, мы заняли 20-е место, то есть мы вошли в 20-ку лучших субъектов в этой части. Но у нас даже Роспотребнадзор второе место занял в Российской Федерации по количеству предупреждений в системе всех наказаний, в числе всех наказаний. Но если смотреть национальный рейтинг, то мы находимся на 55-м месте и как раз по административному давлению мы в этом году еще ниже просели. Поэтому очень сложно работать в этом направлении, потому что действительно статистические данные расходятся с ощущением бизнеса. А все-таки мы должны смотреть в большей степени на ощущение бизнеса, потому что на самом деле сейчас проводится очень много работы, очень много направлений. У нас в Приморском крае сейчас ведется очень активная работа, и мы за этот год поднялись в рейтинге на 20 с лишним пунктов. Работа ведется, но бизнес не всегда на себе это ощущает. Вот это самая большая проблема. Если говорить про институт уполномоченных в целом, то мы уже на протяжении нескольких лет реализуем проект «Бизнес против коррупции» совместно с Советом Европы и органы прокуратуры. И вот Никита Максимович у нас всегда часто участвует в наших мероприятиях. Это как раз тоже проект, направленный как раз на такое предотвращение возникновения коррупциогенных взаимоотношений. Самое важное, что по итогам этих дискуссий, по итогам этих мероприятий рождаются технические документы, которые можно спокойно применять на практике. По ним можно, эксперты российские, международные, очень проводят большой, хороший, подробный анализ. И прямо вот с пунктами действующего законодательства они указывают, что тот или иной пункт содержит коррупциогенный фактор, и его нужно заменить. Есть уже примеры, когда наши уполномоченные выходили с инициативами как раз на основании вот этих самых технических документов. Сейчас эта программа «Прикоп» мы спустились уже на муниципальный уровень. Сейчас очень активно, если в прошлом году мы работали активно в сфере закупок, а вы знаете, что это одна из таких коррупциогенных сфер, то сейчас мы очень активно работаем в части контрольно-надзорных мероприятий. И более того, мы мероприятия проводим не только для уполномоченных и не только для бизнеса. Приморский край вошел в число пилотных проектов, и мы у себя уже дважды принимали этот проект. И вот буквально не так давно, в июне месяце, мы проводили здесь уже тренинг именно для представителей контрольно-надзорных органов уже. Поэтому мне кажется, что вот это тоже очень хороший проект. И большое спасибо уполномоченному Борису Юрьевичу и Совету Европы, что вот он есть, он развивается. И самое важное, еще раз подчеркну, что это не теоретический проект, а появляются действительно технические документы, которые абсолютно практикоориентированные. Что я хотела еще сказать. Я абсолютно поддерживаю и Сергея Николаевича, и, в принципе, вы выступали, говорили о том, что законодательство – это одна из проблем. Это одна из проблем, и я хочу здесь обратиться к органам прокуратуры. Если при разработке нормативных актов, практически все нормативные акты проходят через органы прокуратуры, и органы прокуратуры тщательно отслеживают как раз на предмет антикоррупционного содержания. Но у нас сейчас есть такой очень хороший механизм, который призван как раз исключить чрезмерные требования. Они, может быть, не содержат в себе и не являются такими коррупциогенными, но, тем не менее, это чрезмерные требования. А вы знаете, что если есть чрезмерные требования, то, значит, конечно, если предприниматель и, в принципе, не может исполнить то или иное требование, при проверке что будет? Договоренность. Поэтому я говорю об оценке регулирующего воздействия, и я бы очень хотела, чтобы при проведении, не знаю, как правильно называется, когда вы проверяете нормативные акты, проекты нормативных актов, чтобы если тот или иной проект не прошел оценку регулирующего воздействия, а если он содержит в себе какие-то экономические нормы, все-таки прокуратура бы обращала на это внимание и отправляла его. Потому что сегодня, к сожалению, оценка регулирующего воздействия – это очень хороший механизм, но он не на должном уровне. Почему? Потому что все зависит от органа власти, который, от уполномоченного органа власти, который разрабатывает этот акт. Если он, значит, у нас, как правило, во всех субъектах за проведение оценки отвечают экономический блок, сам там министерство, департаменты экономического развития, а развивают, разрабатывают отраслевики, и именно уполномоченный отраслевый орган принимает решение, надо его направлять на оценку или не надо. И если он его не направил, то экономический блок не отслеживает все нормативные акты тоже. Так вот, когда он поступает, чтобы было видно, и нельзя принимать такой нормативный акт, когда он не прошел оценку. Мне кажется, что это очень важно, и это нужно как-то менять эту ситуацию. Также я хотела бы сказать, говоря о законодательстве, конечно, сегодняшние штрафы, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушений, это прямая дорога к коррупции, потому что штрафы некоторые, они же неподъемные, они просто неподъемные. Некоторые штрафы, например, 500 тысяч, что такое 500 тысяч для малого бизнеса. Но он таких денег видит, я не знаю, он, наверное, вообще не видит. Поэтому, конечно, если ему предписан такой штраф, конечно, он будет всячески договариваться, потому что ему дальше нужно работать, ему нужно кормить семью. И микробизнес это практически во всех регионах, где по 90-95%, допустим, это у нас. Поэтому, конечно, здесь нужно менять нормы КААПа, в том числе одновременное привлечение к ответственности должностное лицо, юридическое лицо. Мы про это очень много говорим, но это с места никак не сдвигается. Мне кажется, что как раз эти моменты очень влияют на возникновение или отсутствие коррупции. Потому что предприниматели, вы знаете, что бизнес создается для извлечения прибыли, и ни один предприниматель просто так из кармана не вытащит и не отдаст деньги на эту взятку. Это значит, его вынудили. Значит, просто так он не может реализовать и продвигать свои инициативы. Поэтому я хотела бы, чтобы мои предложения были учтены. Мария Анатольевна, спасибо. И мы как раз для этого и работаем в таком формате. Безусловно, мы не решим за это время в рамках того регламента, который есть. Все проблемы, да и за многие годы не все удается решать. Но, по крайней мере, поставить в очередной раз вопрос или обозначить какую-то тему новую для дальнейшей работы, это крайне важно. А вот, кстати, вы говорили о проверке нормативно-правовых актов, экспертиза это у нас называется. Целый тематический блок у нас будет посвящен сегодня этой теме, последний в 15.10. Так что я думаю, что это вполне себе тема для разговора. Сергей Владимирович, вы что-то хотели сказать? Пару слов в порядке дискуссии. И хотел бы ответить на ваше, скажем так, предложение. Действительно, совершенно верно вы говорите. Хотел бы заметить, что вот у вас на столах есть такая памятка по проведению антикоррупционной экспертизы. Если вы откроете на 21-й странице, вы увидите, что существует такой коррупциогенный фактор, он предусмотрен методикой проведения антикоррупционной экспертизы, как наличие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принадлежащего ему права. Это как раз то, о чем вы говорите. Здесь есть пример таких коррупциогенных факторов. Поэтому мы, конечно же, обращаем на это внимание в ходе проведения антикоррупционной экспертизы. И если предпринимателям или вам, например, тем предпринимателям, с которым вы взаимодействуете, станет известно о наличии таких факторов, о наличии завышенных требований в нормативных актах, в проектах, то следует обращаться в органы прокуратуры, и мы обязательно на это отреагируем. Ну что ж, мы тогда переходим, наверное, к следующей презентации. Я напомню, у нас по программе, конечно, Марина Анатольевна, спасибо, что вы с нами работаете уже не первый день, но и надеемся, что будем работать дальше. Значит, будет большая встреча с людьми. Да, спасибо. Сергей Николаевич, всего доброго. Спасибо. Но это, кстати, для тех наших зрителей, которые сомневаются в том, что мы работаем в прямом эфире. Вот я думаю, что они теперь не сомневаются. Люди приходят, уходят, а мы остаемся и продолжаем говорить. Никита Максимович Тугучев сейчас к нам присоединится, вернее, присоединится со своим мнением о том, что он думает. Система правового просвещения у нас в стране и профилактики коррупции. Пожалуйста. Да, здравствуйте еще раз. Ну, на самом деле, у нас в программе заявлено в том числе оценка коррупционных рисков. Начать как раз я хотел бы с нее, потому что если мы говорим про антикоррупционное правовое просвещение непосредственно в самой организации, то оно невозможно без предварительной оценки коррупционных рисков, то есть того механизма, который в первую очередь направлен на понимание всех бизнес-процессов, которые выстраиваются в организации. Оценка коррупционных рисков является одной из приоритетных задач в повестке международных организаций, в том числе и ООН, и Всемирного банка, и ОСР, и Греко, и других. При выстраивании эффективной антикоррупционной работы критически важным является понимание того, какие коррупционные правонарушения могут быть совершены работниками организации. Именно для этого проводится оценка коррупционных рисков. Кроме того, оценка коррупционных рисков позволяет нам решить две основных задачи. Первая задача – это адресность принимаемых мер. То есть мы прекрасно понимаем, что по результатам оценки коррупционных рисков мы будем прекрасно понимать, какие меры нам необходимо предпринять, какие коррупционные риски у нас в организации существуют, и как мы их можем минимизировать, в том числе с помощью правового просвещения. Второе – это определение должностей с коррупционными рисками. Мы должны понять, если мы говорим в парадигме правового просвещения, о кого мы должны просвещать. Понятное дело, что не все сотрудники организации обладают теми или иными возможностями для совершения коррупционного правонарушения. И как следствие, каждому сотруднику организации, в зависимости от его уровня риска, требуется свое определенное правовое просвещение. Если мы будем говорить про процедуру непосредственно оценки коррупционных рисков, то в первую очередь необходимо отметить, что она состоит как минимум из трех более-менее основных этапов. Первый этап – это идентификация коррупционных рисков, то есть определение коррупционных правонарушений, которые могут быть совершены в рамках какой-либо организации. И определение критических точек, где именно то или иное коррупционное правонарушение может быть совершено. Второе – это анализ коррупционных рисков, то есть по сути это описание схемы. Это коррупционный, понимание, какие лица участвуют в той или иной коррупционной процедуре, какие у нас есть для этого предпосылки, какие последствия мы можем получить. Ну и как следствие, следующий этап – это ранжирование коррупционных рисков. То есть мы понимаем, какие у нас коррупционные риски являются наиболее значимыми, понимаем, какие риски нам необходимо выделить наибольшее количество ресурсов. Исходя из этих трех основных элементов, происходит уже следующий этап, связанный с принятием антикоррупционных мер в организации. Вместе с тем, необходимо отметить, что мы предполагаем, что оценка коррупционных рисков требует реализации нескольких принципов. Первый принцип – это анализ бизнес-процессов, а не личностных качеств. Зачастую коррупционные риски являются следствием несовершенства тех процедур, которые имеются в организации. Следующий этап – это комплексность. Мы прекрасно понимаем, что коррупционные риски могут возникать на всех этапах деятельности организации в большинстве бизнес-процессов. Ну и как следствие, необходимо минимизировать риски во всех возможных сферах. Но этот принцип неразрывно связан со следующим принципом – это рациональное распределение ресурсов. Опять же, мы прекрасно понимаем, что анализ оценок коррупционных рисков, принятие мер требует не только финансовых, но и человеческих временных ресурсов. Как следствие, нам нужно понимать, какие у нас бизнес-процессы наиболее подвержены коррупционным рискам и, как следствие, акцентировать внимание на них. Следующий этап – это беспристрастность и квалификация оценщиков. С одной стороны, мы должны привлекать к участию в оценке коррупционных рисков непосредственно держатели коррупционных рисков. Но здесь есть проблема, связанная с тем, что не все держатели коррупционных рисков заинтересованы в их раскрытии. С другой стороны, мы можем привлекать внешних экспертов. Но внешние эксперты не всегда досконально понимают, какие у нас есть внутренние процедуры в организации. Как следствие, у нас появляется компромиссное решение именно создания какого-либо коллегиального органа. Следующий этап, следующий принцип – это конкретность результатов. То есть мы должны понимать, что те меры, которые в организации должны приниматься, они должны быть направлены на минимизацию конкретного риска, а не быть обо всем хорошем против всего плохого. Ну и как следствие, это уже взаимосвязь результатов проводимой работы. Мы должны понимать, что конкретная мера достигает поставленной цели. Ну и как следствие, последним принципом является регулярность оценки. Мы прекрасно понимаем, что оценка коррупционных рисков требуется проводить на регулярной основе. Она может проводиться как по циклам, то есть один бизнес-процесс за другим и так по кругу, так исходя из фактических обстоятельств деятельности организации, в том числе изменения каких-либо процедурных вопросов, в том числе связанных с изменением законодательства. Если мы перейдем уже на основные элементы в части, касающиеся разработки иммунизации мер, то по результатам оценки коррупционных рисков составляется карта коррупционных рисков. Мы понимаем, какие лица участвуют в коррупционных практиках, мы понимаем, какие коррупционные схемы возможны, и исходя из этого мы уже принимаем теляные меры. К этим мерам могут быть отнесены разработки антикоррупционной политики, соответствующих антикоррупционных стандартов, то есть установление локальной нормативной базы организации. Кроме того, это также является организация, регламентация и автоматизация процессов, как одна из возможных мер по минимизации коррупционных рисков. Следующий этап, следующие меры – это совершенствование контрольных и мониторинговых процедур. Ну и, the last but not the list – это информационные и образовательные мероприятия для работников и деловых партнеров. В настоящее время мы прекрасно понимаем, и на предыдущем блоке теме обсуждалось в том числе с представителями МТС, с представителями Нордникеля, что они тратят большое количество времени на информирование работников о существующих антикоррупционных стандартах, на обучение. И мы считаем, что этот блок является достаточно существенным и достаточно важным. В этой связи мы, как Министерство труда, в настоящее время предполагаем подготовку двух брошюр. Первая брошюра направлена непосредственно на порядок проведения оценки коррупционных рисков в организации, то есть как это проводить и какие меры могут быть предприняты. И вторая брошюра – это брошюра, посвященная как раз обучению, то есть какие ресурсы могут помочь организациям выстроить у себя внутри качественное обучение и информирование работников об антикоррупционных стандартах, принимаемых в организации. Кроме того, в рамках текущей своей деятельности Министерство труда работает в соответствии с распоряжением правительства 2884Р, комплексном плане направлено на просвещение в рамках антикоррупции, в котором также участвует бизнес. И мы полагаем, что реализация указанных мероприятий позволит нам достичь поставленной цели. Никита Максимович, спасибо большое, очень интересно. И я напомню, у нас по регламенту еще три презентации и около 20 минут работы сессии. Ну, если что, немножечко расширимся. Александр Геннадьевич Баталов с нами сегодня работает, директор Департамента обеспечения безопасности ПАО «Российские сети». Александр Геннадьевич, я знаю, что в вашей организации, я имею в виду «Российские сети», очень серьезное внимание уделяют антикоррупционному правовому просвещению своих сотрудников. Я думаю, что вот в рамках нашей этой тематической сессии, вот о том, как это реально в жизни происходит, будет всем интересно послушать. Пожалуйста. Спасибо. Прежде всего, хотелось действительно поблагодарить и за высокую оценку вот в той презентации представления моего слова, и действительно за возможность представить те практики, которые есть у частного бизнеса в столь серьезном разговоре, который сегодня в вами был организован. Как и было анонсировано, буквально пара секунд, российские сети являются одной из крупнейших в мире сетевых компаний. В соответствии с принципами корпоративного управления создана единая вертикально интегрированная группа компаний, контролирующим акционером которых является государство. При этом имущественный комплекс ПАО «Российские сети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Общей численностью сотрудников больше 216 тысяч людей. Говоря об антикоррупционном просвещении, необходимо отметить, что сегодня уже не раз подчеркивалось тот факт, что обязанность, возложенная на бизнес, на коммерческий сектор экономики, это прежде всего превенция, предупреждение, профилактика коррупционных правонарушений. И в этой связи необходимо также отметить и общий тренд превенции, это смещение акцента с карательных мер на превентивные, на предупреждение и профилактику, такие как антикоррупционный мониторинг, антикоррупционные стандарты ограничения, собственно оценка и анализ рисков, меры финансового контроля и антикоррупционное просвещение. При этом хотелось бы подчеркнуть, что мы видим результаты антикоррупционного просвещения, это повышение правосознания и правовой культуры граждан, наших работников, коллектива, ну и в какой-то степени общества в целом. Понимаем, что антикоррупционное просвещение не должно быть направлено исключительно только на усвоение норм антикоррупционного законодательства, но и на формирование положительных правовых установок, некой системы убеждений и ценностных ориентаций, навыковых привычек поведения. То есть личность, обладающая, как мы понимаем, антикоррупционной правовой культурой, должна знать, понимать право, естественно воспринимать его требования, уважать нормы права, не столько и в большей степени из убеждения, а не принуждения. При этом иметь привычку действовать в соответствии с законом и проявлять правовую и гражданскую активность в отношении коррупционных правонарушений. Отсюда мы в своей работе говорим об антикоррупционном образовании, антикоррупционном просвещении, антикоррупционном воспитании и пропаганде, как взаимоусловленных элементов системы антикоррупционной среды, в которой действует наш сотрудник. При этом, начиная разговор и принимая сотрудника на работу, всегда вспоминаем, каким образом нам устанавливались ценности, убеждения, что такое добро и хорошо в детстве. И классик как нельзя лучше говорил, мы вспоминаем, крошка сын к отцу пришел и спросила кроха, что такое хорошо и что такое плохо. И следующая фраза, у меня секретов нет, слушайте детишки, папу этого ответ помещаем в книжке. И первое, с чего начинает работу сотрудник, который появляется в организации, это знакомление с основным документом, кодексом корпоративной этики и должностного поведения, с основными ценностями, которые в компании провозглашаются, и в том числе ценность неприемлемости любых форм коррупции, нулевой толерантности к любым проявлениям коррупции. И, собственно, вновь пришедший сотрудник знакомится с этим кодексом, признает, знакомится с ценностями. И принципиально для нас важно, чтобы этот документ был неформальный, он знакомится, может ознакомиться с ним на сайте, есть интерактивная версия, но и получает в качестве подарка входного билета брошюру в виде этого кодекса этики, как определенный жест доброй воли со стороны организации. С другой стороны, мы говорим, что изучение этих норм должно подкрепляться и сразу определенными антикоррупционными процедурами, которые сотрудник тоже должен принимать и с ними знакомиться. Одна из них это, собственно, декларация о конфликте интересов, которую сотрудник заполняет в электронной форме и отвечает на те вопросы, в том числе и создает возможность самому глубже разобраться, что является конфликтом интересов, какие риски он здесь может нести и в какие ситуации он может возникнуть и, соответственно, как можно эти ситуации урегулировать. И что антикоррупционное подразделение – это не столько карательный орган, который направлен на выявление наказания, но и консультант, и организатор, скажем так, помощник в урегулировании ситуации, если вдруг сотрудник сталкивается с той или иной ситуацией предконфликта. Как я сказал, декларационная кампания у нас из года в год развивается и вводится в электронной форме. Сегодня практически 216 – это общая численность с учетом технического персонала, но в электронной форме по итогам 2018 года задекларировали почти 47 тысяч сотрудников по всей стране. Это включает весь организационно-управленческий персонал, все коррупционные должности и все должности, которые связаны с определенными управленческими, либо принятием решений. Понятно, что достаточно большая работа проводится по разработке организационно-распределительных документов в борьбе с коррупцией, публикации, методические материалы. Ну и, собственно, все формы антикоррупционного просвещения и обучения. Мы на слайде сгруппировали как собственное информирование и пропаганда, антикоррупционные мероприятия, в ходе которых сотрудник в том числе еще раз обновляет и проявляет свою лояльность к тем процедурам, которые есть в обществе, и антикоррупционное обучение. Полностью согласен с Никитом Максимовичем о том, что те или иные формы должны применяться конкретно к той группе сотрудников на основе оценки риска и, соответственно, тех коррупциогенных факторов, которые связаны с занимаемым должностью. Именно поэтому есть процедура или пропаганда касается всех сотрудников, отдельные методы распространяются на клиентов, контрагентов. Мы активно используем различные формы, начиная как от традиционной размещения стендов территории без коррупции. Такие стенды размещены во всех производственных подразделениях, в административных аппаратах, во всех центрах обслуживания клиентов с размещением информации, к которой можно обратиться, в том числе телефонами горячей линии и сигналами связи для обратной связи. Но и принципиально важно, чтобы те формы, которые использовались, они в том числе имели определенную современную платформу. И там, где это возможно, мы создаем инструменты, позволяющие их использовать онлайн. Принципиально, что хотелось бы подчеркнуть здесь. Вот это формирование ценностей у сотрудников должно происходить постоянно, регулярно. Есть процедуры, которые проводятся раз в год, но процедура формирования убеждения ценностей должна подкрепляться в сотрудники регулярно, постоянно, тем самым создавая определенную системность. И еще один момент, на который хотелось бы обратить внимание, по количеству обученных мы прогнозируем в 2019 году охват до 80 тысяч сотрудников за счет, в том числе, создания интерактивного курса, электронной платформы, которая позволит нам охватить практически весь, 70% списочной численности, ну и весь персонал, который в той или иной степени может нести с собой коррупционные риски. Вообще не существует методики оценить влияние тех мероприятий, которые мы проводим, на рост антикоррупционного правосознания. Но мы ежегодно проводим анкетирование сотрудников, на 16 вопросов, которые также можно разделить на отдельные группы. Начиная от общего понимания и знания законодательства, здесь видно, что такое коррупция, что такое злоупотребление, конфликт интересов, вот эта вот группа именно на знания. Что здесь интересно, ну, во-первых, позитивно то, что по сравнению с 2017-2018 году, явная динамика на более четкое, более правильное понимание, собственно, законодательства. Мы это видим и что такое коррупция, что такое конфликт интересов, действия сотрудника при конфликте интересов, куда обращаться о фактах коррупции. Здесь практически проценты возросли в два раза и более чем высокие. Нас настораживает тот факт, что если мы будем осмотреть на вопросы, которые оценивают действия или мою возможную вовлеченность, коммерческий подкуп, незнакомое вознаграждение, злоупотребление полномочиями, то здесь динамика и ответы крайне низкие. С одной стороны мы корректируем программы обучения, с другой стороны мы понимаем, что вот здесь просто понимание определения и когда это затрагивает меня, может иметь определенные различия. Вторая группа вопросов, которая характеризует как раз правосознание и правовую позицию, гражданскую позицию в отношении коррупционных правонарушений. Приходилось ли вам сталкиваться с коррупцией? Практически 87% говорят, что не сталкивались, но 13% мы так понимаем имеет такую практику. Но в целом, если говорить о стране, это как и было, дал барометр коррупции, это правоохранительные органы, это здравоохранение, это образование. Если же мы говорим, сталкивались ли мы с фактами коррупции в обществе, то здесь 96% говорят, что нет, но все-таки 4%, которые в той или иной степени имели такую практику. И как вы оцениваете уровень коррупции? Невысокий, 98% работников единодушно сказали, что в обществе принимаются все необходимые действия. Конечно, приятно, но, я думаю, не так все однозначно. Также есть один вопрос, который говорит, да и вот подчеркнул бы я, кроме как, собственно, образование и формирование ценностей, нам принципиально важно, чтобы сотрудники понимали свою вовлеченность в антикоррупционные мероприятия. И вот на вопрос, какие сферы деятельности общества наиболее подвержены коррупционным рискам, сотрудники, 74% сказали, закупки, строительство, тех присоединений, инвестиции, социальная сфера и иное. Далее был проведен действительно анализ привлечения экспертных организаций коррупции емкости бизнес-процессов, который фактически показал ту же самую картину, но кроме того, как и было сказано по методике, он позволил нам сформировать 82 индикатора, ну по закупочной, к примеру, деятельности, 82 индикатора коррупции, из которых 58 возможно было автоматизировать. Ну и, соответственно, следующим этапом этой работы была разработка, и у нас один из крупнейших проектов, трансформация системы, в том числе системы обеспечения безопасности, когда мы эти выявленные факторы и индикаторы коррупциогенности тех или иных бизнес-процессов постарались зашить в наши информационные системы и бизнес-процессы, тем самым получая сигналы о совершении тех или иных коррупционных правонарушений. Данная цифровая трансформация в сфере безопасности охватывает практически многие сферы бизнес-процесса, ну и по ее реализации мы надеемся, что позволит нам своевременно и адекватно получать сигналы о коррупционных правонарушениях. Как результат, мы надеемся, что все-таки наши сотрудники в конце этой работы ответят, как наш мальчик, мальчик радостный пошел, решила, кроха, буду делать хорошо и не буду плохо. Собственно, мы к этому стремимся, но говоря еще об образовании, мы говорим, что их разные формы. В предыдущем национальном плане борьбы с коррупцией было заложено формирование отдельных обучающих планов для тех или иных категорий сотрудников, работников, сотрудников, которые отвечают за реализацию антикоррупционных мероприятий. И такие программы были заработаны. Что бы еще хотелось подчеркнуть? Если мы говорим, что мы формируем антикоррупционное правосознание, систему ценностей и убеждений, то, наверное, эти программы должны быть не столько отдельны для наших сотрудников, но и как-то имплементированы и согласованы с программами вузов, с программами техникумов и в какой-то степени школы. Мы должны формировать и вот эту преемственность, независимо ценностью убеждений, от того, каков уровень антикоррупционных мероприятий реализован в той или иной организации. Александр Геннадьевич, спасибо вам за такое эмоциональное выступление, а еще за то, что вы, по сути, сделали за меня то, что нужно было сделать, и логично очень подвели к выступлению Элины Леонидовны Сидоренко. Элина Леонидовна профессор МГИМО, генеральный директор АНО, цифровая платформа для защиты прав предпринимателей. И, я думаю, Элина Леонидовна сама расскажет, что она думает по поводу того, как должна выглядеть антикоррупционная профилактическая работа. Спасибо большое, Татьяна Николаевна. Спасибо за замечательное выступление. На самом деле, мне кажется, у нас получается интересная дискуссия. И, конечно, отдельное спасибо генеральной прокуратуре за то, что делается, в частности, вашим управлением в рамках противодействия коррупции. Поскольку ваши памятки, ваше направление просветительской деятельности не значат сейчас чрезвычайно много для бизнеса, поскольку бизнес сейчас только-только начинает это направление исследовать. И вот говоря об этом, в первую очередь, конечно, говоря о просвещении, нельзя не сказать о рисках. Мы сегодня много о них говорили, но в рамках нашей научной работы мы приходим к самому главному тезису, который сводится, по сути, к тому, что нельзя эти риски унифицировать, нельзя их приводить к общему знаменателю. Мы должны говорить об этих рисках применительно к разным регионам, поскольку у нас регионы делятся условно на дотационные, инновационные. И для каждого из этих регионов эти риски особые. Второй момент – это, конечно, дифференциация рисков по сфере. Никогда мы не сравним сферу строительства и, например, энергетическую сферу. А также в зависимости от того этапа бизнес-процесса, в котором в тот момент участвуют в бизнесе. И вот это важный момент, мы сегодня его немножко коснулись. Дело в том, что когда ведутся те или иные образовательные программы, и сегодня правильно нас призывали к тому, чтобы вузы к этому вопросу подключались, проблема, как правило, сводится к тому, что мы либо обучаем определенным базовым вещам, например, противодействие коррупции, которая условно в ментальности сводится только ко взяточничеству, и не касается, собственно, тех реальных коррупционных рисков, которые сейчас приемлемы для бизнеса и связаны в большей мере, наверное, с коммерческим подкупом, ну и с решением вопросов закупочной деятельности. И это бизнес, приходя на такие образовательные программы, уходит некоторым разочарованием, поскольку вынужден выслушивать то, что ему так хорошо известно, о законодательстве, которое тоже, в принципе, о противоречиях законодательств, которые ему тоже хорошо известны. И он не получает того самого главного, он не получает того нужного ему алгоритма, который позволяет в конкретном бизнес-процессе реализовать реальное решение, поскольку это решение все равно будет результатом его собственной ментальности, его собственного видения проблемы. Второй важный момент, второе направление. Когда мы приглашаем какие-то компании, собираем в аудитории представителей разного уровня этой компании и, собственно, даем им тоже какие-то общие азы, и у нас здесь тоже нет понимания, поскольку для топ-менеджмента это один этап коррупционных рисков, это одни важные проблемы. Для руководителей среднего взгляда совершенно другие. Для региональных представителей – третьи. И вот тут очень важно понимать, что, наверное, правильнее бы сейчас было на уровне администрации президента, генеральной прокуратуры, предложить Министерство труда, предложить некий алгоритм, может быть, даже рекомендацию, направленную на то, чтобы вузы сейчас занимались этой проблемой в секторальном срезе и в срезе, собственно, того бизнес-процесса, о котором мы говорим. Вот в этом направлении, к сожалению, мало что сделано. И просветительская часть, в том числе и наша вина, в том числе образовательных учреждений, в том, что мы не можем пока дать правильного видения этого алгоритма. Следующий важный компонент – у нас нет оценки коррупционных рисков. Это тоже важная проблема, поскольку та методика, которая сейчас разработана, она, к сожалению, не выдерживает критики, когда мы обращаемся к отдельным аспектам проблемы. Равно как и сейчас в рамках национального плана у нас есть задачи исследования региональной коррупции, но никто еще не предложил удобоваримый и нормальный механизм оценки этих региональной коррупции. А в итоге у нас может это все в конечном итоге, первые несколько лет, свестись к формальной отписке, когда один кто влез, кто по дрова. То есть фактически мы не сможем уловить этого механизма. Третий важный компонент – любая этическая норма, она должна подкрепляться примерами. И вот здесь совершенно верно делают сейчас Россети то, что они рассматривают конкретные кейсы. В этом тоже история, в этом беда. Мы изучаем, например, тоже дают, по сути, это мой такой популяторский опыт, когда мы говорим об этике, обычные фразы – это плохо, это хорошо, он хороший, он благородный, а он плохой и коррупционер – они не находят отклик в человеке, ни на мотивационном уровне, ни на чувственном. Здесь принципиально важно решать конкретные кейсы, когда работнику организации дается на уровне его коррупционных рисков тот или иной пример, и этот пример, а, дается на его собственное, поиск проблемы, а второе – на обсуждение это в коллективе, либо коллективе работников, либо коллективе в срезе нескольких организаций в этом секторальном блоке. Вот это важный момент, который может дать то самое, чего у нас нет – обратной связи и понимание того алгоритма, которым должен следовать человек при принятии того или иного решения. Следующий очень важный момент – это то, что у нас просветительская деятельность, к сожалению, очень часто отрывается от проблем пропаганды. И слово пропаганда иногда звучит в устах некоторых политиков как ругательное слово. На самом деле сейчас пропаганда, именно правильное информирование населения – это важный шаг, который, к сожалению, сейчас не всеми соблюдается. У нас принято говорить о коррупции, о ярких примерах коррупции, но не принято говорить о позитивных примерах предупреждения о коррупции. И это приводит к ситуации, когда мы, проводя опрос, сошлись в том, что некоторые лица говорят о том, что уровень коррупции в России растет, но при этом каждый год, из года в год мы снижаем количество людей, которые непосредственно сами столкнулись с коррупцией. И вот этот говорит нам о том, что, рассматривая правовое просвещение, мы иногда забываем о правовой пропаганде, о правильном информировании и о выстраивании правильной политики информационной в части вот этих вот позитивных практик. В этой части, я думаю, что если Генеральная прокуратура продолжит новые инициативы, связанные с антикоррупционными рекламами молодежи, связанные с декларацией молодежной, это направление будет чрезвычайно важно. Я могла бы еще очень много говорить, но экономя время, я, наверное, коснусь той инициативы, в которой участвовал в том числе и Сергей Николаевич Катырин. Это создание ОНО, платформа для работы с обращением предпринимателей, генеральным директором которой я являюсь. Эта история примечательна не только в части того, что мы даем для бизнеса новый механизм информирования о тех бедах, с которыми они сталкиваются, но это и уникальная возможность собирать очень полезную информацию с точки зрения тех рисков, которые сейчас есть у регионов. Мы даем возможность предпринимателю, обращаясь на эту платформу, не только получить правильную юридическую консультацию и помощь, но и в том числе накопить те большие данные, которые позволят завтра положить на столы прокуроров субъекта федерации информацию, в которой будет говориться, где те уязвимые места, с которыми непосредственно сталкивается предприниматель в своей деятельности. И пусть это будет в этом направлении очередное звено в сборе этой информации, но по тому, как будет построена эта платформа, это нам дает основания верифицировать эти данные и предложить тоже какую-то картину того, с чем мы будем иметь дело. И в рамках этой работы мы, конечно же, будем просить Генеральную прокуратуру и просить Министерство внутренних дел и Следственный комитет присоединиться к нашей работе, в том числе и в работе по просвещению, и именно исключительно в сфере или в контексте тех рисков, которые возникают на конкретном этапе бизнес-процесса. В этом направлении, мне кажется, будет только большой успех. Спасибо большое. Елена Леонидовна, вам спасибо большое. Я думаю, что это только начало от большого разговора и продолжения очень серьезного сотрудничества. Александр Евгеньевич, добавите. Хотел добавить к выступлению Елены Леонидовны. Действительно, мы когда проводили несколько лет назад опрос, о котором я уже сегодня говорил, мы увидели такую проблему, что чем больше освещается работа по противодействию коррупции, чем больше мы говорим о выявленных фактах коррупционных проявлений, тем больше у населения складывается впечатление, что коррупция везде, повсеместна, и она растет. Другая проблема – это, безусловно, субъективное восприятие населением этих проблем. Но что можно отметить, это статистика такая вещь, от нее никуда не деться. Можно всего лишь привести две цифры. Если в 2017 году органами прокуратуры Российской Федерации было выявлено 245 тысяч правонарушений антикоррупционных, то в прошлом году это была цифра на 10 тысяч меньше. Мы видим, что те меры, которые принимаются органами прокуратуры Российской Федерации, они эффективны. Мы видим, что те нарушения, которые ранее выявлялись, они либо уже не выявляются, потому что они не допускаются, либо их количество стремится к нулю. Если, например, ранее при выходе на проверку мы видели, что у чиновника расходы превышают их доходы, и мы инициировали соответствующие контрольные процедуры для обращения этого имущества в собственность государства, то чиновники просто увольнялись автоматически. Соответственно, мы не могли закончить эти процедуры, и это была большая проблема. Мы подготовили проект федерального закона, президент Российской Федерации нас поддержал, мы внесли изменения, мы купировали такие возможности. Сейчас те нарушения, которые раньше выявлялись, они уже практически не допускаются. Чиновники стали более дисциплинированы с точки зрения и правовой грамотности, и, в принципе, я думаю, что ситуацию и состояние законности в сфере противодействия коррупции можно характеризовать как хорошее и стабильное. Спасибо, Александр Евгеньевич. И, коллеги, мы плавно подошли к концу нашей сегодняшней тематической дискуссии. Сергей Владимирович, вам есть что добавить еще? Позвольте буквально пару минут, наверное, я займу. Поскольку мы уже немного выбились из регламента, я буквально кратко хотел бы представить результаты социологического опроса, который в этом году Генеральной прокуратурой проведен. Об этом уже и Александр Евгеньевич говорил, и вообще о социсследованиях. Сегодня много говорил. Действительно, изучение общественного мнения – это крайне важный элемент всей антикоррупционной политики. И для получения обратной связи Генеральной прокуратуре очень важно понимать настроение населения, то, какие они проблемы видят в реализации антикоррупционного законодательства. Этот соцопрос об оценке эффективности антикоррупционных мер проведен Генеральной прокуратурой совместно с правоохранительными органами в соответствии с утвержденным Генеральным прокурором комплексным планом антикоррупционного правового просвещения. В нем приняли участие разные категории граждан всех возрастов. Всего опрошено более 38 тысяч человек. И среди них довольно много было предпринимателей. Опрос в предпринимательской среде нам помог провести уполномоченный при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. Результаты опроса показали, что большинство опроса одобряют проводимую органами власти антикоррупционную политику. Однако 86% считают, что необходимо дальнейшее усиление антикоррупционных мер. И только 2% полагают такие меры избыточными. Оценивая уровень доверия к государственным органам, осуществляющим борьбу с коррупцией, респонденты ответили, что больше всего доверяют Генеральной прокуратуре и Федеральной службе безопасности. По мнению опрошенных, наиболее эффективными мерами борьбы с коррупцией являются усиление прозрачности деятельности чиновников, повышение подконтрольности должностных лиц, их подотчетности населению, повышение контроля за распределением расходных бюджетных средств. При этом уголовно-правовые средства, например, признаются не такими эффективными, они поставлены респондентами на 5 место. Важным индикатором здорового общества являются правильные внутриличностные ориентиры антикоррупционные. В связи с этим нам было важно оценить антикоррупционный настрой и нравственный потенциал общества. Более половины опрошенных предпочтут сообщить о факте коррупции, а подавляющее большинство, это 80%, готовы отказаться от дарения и получения подарков в целях борьбы с коррупцией. Коррупция воспринимается опрошенными в качестве серьезной проблемы. Среди наиболее подверженных коррупции сфер называется государственная муниципальная собственность, правоохранительная система, судебная система, контрольно-надзорная деятельность. Довольно высокий уровень коррупции также отмечается в сферах ЖКХ и оказания государственных муниципальных услуг. Действительно, это у всех на слуху. Как и ожидалось, основными источниками информации о противовесии коррупции в России являются СМИ, интернет и социальные сети. На экране вы можете видеть основные выводы социологического исследования. Они свидетельствуют о том, что нам есть к чему стремиться, есть над чем работать. Результаты этого опроса будут использованы для выработки дополнительных мер в сфере профилактики коррупционных правонарушений, которые реализуются Генеральной прокуратурой. Спасибо. Спасибо, Сергей Владимирович. Коллеги, на этом будем заканчивать. Ну а для участников форума, Восточного экономического форума, я хочу сказать, что в 14.00 мы продолжим говорить о том, как добиться бизнеса без коррупции в России. Спасибо. 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 Спасибо.